Иисус Да придет его Царство Да придет его Царство Да придет его Царство Пусть его слава придет и изменится Ту землю, на которой мы с вами стоим, живем, находятся. Отец, мы просим тебя об одном. Пусть придет жажда у детей твоих, Бог. Пусть придет настоящая жажда. Пусть народ начнет искать твоего лица. Потому что не находят те, кто не ищут. Но те, кто ищут, находят всегда. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Просто будь здесь, подними свои руки, поклоняйся Ему. Поклоняйся Ему. Поклоняйся Ему. Поклоняйся Ему. Превознеси Ему. Превознеси Ему. Превознеси Ему. Он достоин. Без повод. Разжигай свой огонь. Разжигай свой огонь. Свой огонь. Разжигай свой огонь. Войди в нас. Войди в нас. Оставь свой отпечаток в нас. Войди в нас. Дай нам пережить Твою боль. Твою страсть. Твою славу. Господь, дай нам пережить Тебя. Любимый, извини то, где мы сейчас находимся. Я вошу Тебя. Пусть придет огонь. Жанно быть с Тобой. Огонь. Господь, США жди в своем огонь. Разжиги в свой огонь. Разжиги в свой огонь. Господь, США жди в свой огонь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо, люби... Спасибо, люби... Добавил DimaTorzok Я так скажу, дорогая семья, сегодня я хочу больше не проповедовать, больше учить. Хотя проповедовать, наверное, больше мне соответствует моему импульсивному характеру холерика. Знаете, холерики, они любят проповедовать. То есть, ну, орать. Орать, там, суетиться, прыгать, бегать, знаешь. Это нормально, это классно, но сегодня я немножко побуду флегматом. Ну, как, насколько я смогу. И я так скажу, я буду сегодня учить. И я так скажу, дорогие, это одна из очень наболевших тем в теле Христа. Я скажу, что я не слышал того, что я сейчас буду вам говорить. И я так скажу, дорогие, сегодня будет время перепроверить ваше сердце. Просто его перепроверить. Заглянуть внутрь, потому что вещи, которые я сейчас буду говорить, я так скажу, дорогие, довольно-таки жесткие для обычного слушателя, который ищет приятных слов, хорошего проповедника, который ищет того пастора, который будет принимать, там, знаете, присутствовать в природах, массаж тебе делать. В общем, участвовать в твоей жизни. И на каждый чай к тебе попадать, да. Я скажу так, дорогие, я не тот человек. Я здесь поставлен, чтобы тренировать тебя, окей? Чтобы иногда, может быть, сделать тебе больно, окей? Ну, не переживайте, я потом все равно обниму, окей? И я здесь, дорогие, просто чтобы сказать правду, неприкрытую правду. Может быть, за это люди по всему миру слушают нас. Почему? Потому что я ненавижу фальшь. И первое, что я прекратил делать в своей жизни много лет назад, это перестал врать самому себе. Кто-то понимает, насколько глубокие эти слова? Врать перестать нужно самому себе. Дело в том, что мы находимся с вами в кругу лжецов или лживых церквей, или лжепастырей, лжедвижений, не потому, что они лжецы, а потому, что мы научились профессионально лгать себе, и наше окружение нам комфортно. Ты здесь? Окружение лжецов, я так скажу, грязной религии, всей этой трясины, этого болота, оно нам по душе, потому, что, во-первых, я научился лгать себе, и нас, лжецов, например, да, если ты лжец, притягивает окружение. Я так скажу, знаете, лжец это, не говори лжец, говори так, недоговаривающих все правду. Говорящих то, что они не имеют в виду. Ну, смягчим слова, да? Поэтому, дорогие, первое, что ты должен делать, знаешь, почему иногда я раздражаю некоторых? Потому что я раздражаю ту ложь, с которой ты согласился жить. Ты здесь? Будешь здесь, сейчас только все начинается, сейчас будет веселей, гарантирую. И поэтому, когда я помню еще давно-давно, много лет назад, 18-19 лет мне было, я перестал соглашаться с ложью в своей жизни, ту ложь, мне говорят, ну, это не для наших дней. И я сижу себе и говорю, это не для наших дней. А потом что-то внутри меня говорит, нет, это для наших дней. Нет, слава Божья ждет, чтобы излиться на эту землю. Нет, чудеса Бога не были тогда. Они каждый день, они всегда, они жили. Слава Бога, она жаждет, чтобы вылиться на эту землю. Но Богу нужны те, через кого будет выливаться это. И я сказал, Бог, я. Я уверен, что сказали это вы, вы бы тут даже не находились сейчас. Здесь даже опасно находиться, вообще-то скажу так, для религиозного духа. Потому что тебя вычислят, возьмут на замечание и потом, ну, съедят. Итак, дорогие, тема называется «Творение личности». Сегодня мы поговорим о личности. Ты хочешь поговорить, ты хочешь просуждать о личности? Вы знаете, дорогие, очень хорошая тема. Я так скажу, мало кто о ней говорит, большинство ее избегают. Вы знаете, копаясь в архивах, в интернетах, я очень мало нашел именно вот такого рода информации, которую сейчас выдам. И если она и есть, она какая-то, знаете, подогнанная под какую-то динаминацию, своя правда. В церковь есть три сферы, о которых говорит Библия, мы прочитаем сегодня о них также, которые абсолютно запрещены христианину, когда он в процессе становления личности. Итак, первая сфера – похоть плоти, вторая сфера – похоть очей, третья сфера – гордость житейская. Вот эти три вещи мы слышали с вами всю нашу жизнь. Вот то, что я сейчас буду говорить после, вот это мы, наверное, я так скажу, или не слышали, или слышали очень мало. Религия дала всем этим определениям свои формы, все понимают, да? Религия, дух этот давно определил, что такое похоть очей, похоть очей – это значит, ты хочешь какую-то девку, девка хочет пацана. И вот у нас вот похоть очей – не хоти. А это вообще об этом не говорит. Ты говоришь «не хоти» и «хочешь». Потому что… Алло? Алло? Здесь? Потому что похоть очей – это не похоть мужчины к женщине и женщины к мужчине. Это желание дал тебе бонг. А как же мне с ним справиться? Иметь мужа и жену. Хороший ответ. Такой глубокий вообще, как копнули ох, на три дня думать. Окей? Поэтому, пожалуйста, забудьте об этом. Это не религиозно. Я сегодня не буду говорить «эй, идет, не смотри». Я говорю «не смотри». И чем больше буду говорить «не смотри туда», ты туда еще больше смотреть будешь. Поэтому я уже давно с этим смирился. Расслабьтесь. И не говорю о том, что ты тут впадаешь в грех. Я говорю о том, что это натура человека. Это натура женщины, натура мужчины. И это не дьявол. Чувства, которые мы перенаправляем к чужому человеку. Вы знаете, что блуд – блуд – это всего лишь правильные чувства, слушай внимательно, к неправильному человеку. Алло? Я воюю с блудом. С блудом не надо воевать. Нужна партнера нормального имени. Называется «жена законная». И с блудом не надо воевать. Она еще даже будет благодарна тебе за твои искусные действия в этой сфере. Ну, сегодня мы не об этом. И также наоборот. Дорогие мои, пожалуйста, перестаньте делать то, о чем Библия вообще не говорит. То есть мы делаем «делит» – интерпретацию религии. И все там с похотью очами ходят, и все сражаются с похотью очами, хоть вырви глаза, хоть... О, бог, вознеси меня. Это вообще не похоть очи. Похоть плоти. О, туда же. Это совсем не то. Сегодня мы об этом говорим. И также, естественно, гордость. Знаете, гордыми они называют людей, которые... Они пришли. Братья. Братва. Братва приехала, наехала. А знаешь, в каком смысле религия считает тебя гордым? Когда братва приехала, наехала на тебя. Ну, братьев Господи, я имею в виду. То есть, и они тебя хотели исправить, а у тебя внутри встала личность и говорит, до-до-до-до-до, я не допущу. До селя и не дальше. Знаете, что религия говорит? Гордый. Это другими словами, если по тебе нельзя проехать катком, асфальтоукладочным катком, туда, назад, потом отъехать, покакать на тебя, зарыть тебя и вытереть тебе ноги, если ты этого не позволил им сделать, ты гордый. Вот эта религия называет гордостью. То есть, я не хочу входить в этот маразм, из которого я, слава Иисусу, вылетел давно. Мы сейчас поговорим о настоящих вещах, что они имеют, что это имеется в виду. Итак, двигаемся. После греха падения мы все склонны к некоторым, а может и ко всем этим категориям. Итак, похоть от чей? Змей приходит. Скажите мне, плод с дерева съесть нельзя? Можно? С того дерева нельзя. Кто-то понимает, да? То есть, поворачивайся, вот тебе целая грядка деревьев, ешь, умри. Что делает дьявол? Скажите мне, есть грех? Есть. Нет, не грех. Рвать грех? Нет, не грех. Хотеть плод? Грех? Нет, не грех. Так почему же это грех? Да потому что вот это уже похоть. Кто-то понимает, да? То есть, тебя перенаправили, и то, что нельзя, теперь я хочу. Сегодня мы коснемся кое-каких вещей. Слушай меня очень внимательно. Итак, мы все склонны к некоторым вещам. Некоторые склонны, ну если ты совсем везучий, ко всем. Если тебе совсем повезло, то ты склонен ко всем. Похоть плоти, похоть очей и гордость. То есть, там серьезная битва будет. Я скажу так, что в основном всем людям на этой земле, которые родились свыше, им придется столкнуться хотя бы минимум с одной сферы. Окей? Окей? Но зная немножко движения нашего врага, скорее всего, поэтапно каждому из нас придется встретиться со всеми тремя. Окей? И поэтому сегодня мы их разберем и может быть дам какую-то формулировку или понятие тому, что это такое. Итак, ко всем этим... Потому что поэтому становление личности нужна мудрость и тотальное послушание святому духу. Другими словами, Адам и Ева не сложились как личности и им сказали вперед! Станете как боги! Заимейте мудрость! Что угодно! В этот пакет вкладывалось много чего. И они сорвались. Ааа, хочу! И моментально Ева увидела. Что до этого она не видела? Написано она увидела, что плод красивый. И потом она увидела, что он приятный для глаз. И он такой весь сочный, хороший. И она вот его уже приняла как за свой. И что получилось? Заработало вот это желание внутри. И я так скажу, если она не была сложена как личность, ну это и свидетельство, что она сложена не была как личность, потому что если бы она была сложена как личность, она бы сказала нельзя. Вы знаете, что для взрослого человека, когда стоит щиток и написано такая молния и написано не лезь убьет, для взрослого человека это не лезь убьет, а для пацана написано надо проверить сейчас. Все здесь? Все вырастали, да, все были детьми? Написано опасно для жизни, а ребенок говорит, интересно, насколько опасно? Дорогие, вы знаете, что это тот же самый принцип в духовном мире? Сложенная личность, как ее определить? Она не лезет туда, куда Дух Святой запрещает. А как я знаю, что от Бога, внутри тебя Бога достаточно, чтобы тебе учителей не надо слушать? В каждого рожденного свыше есть внутри учитель, который учит тебя день и ночь, только начни его слушать и начни двигаться вместе с ним каждый день и ты будешь шокирован, что тебе никто на этой планете не надо, кроме Иисуса. Вот такой у нас учитель есть. Итак, для взрослого человека нельзя это нельзя, можно это можно и искушение он обходит, почему? Потому что он взрослый. Павел говорит в одном месте, говорит, когда я был младенец, я по-младенчески что? Мыслил, что? Рассуждал и что? Действовал, делал. Но когда я вырос в мужа совершенного, что он говорит? Я оставил что? Все младенческое. Я оставил. Другими словами, когда ты сложиваешься как личность, он не говорит о том, что я вырос в мужика. Он говорит о том, что я сложился как личность. И теперь я, он говорит, я отложил младенческое. Некоторые люди говорят, я еще воюю. С чем воюю? Со щитком, на котором написано не лезь убьет? Ты мне сейчас подтвердил, в каком ты возрасте. Есть знаете, седовласые дедушки, которые хотят, хочу проповедовать, хочу проповедовать. Он это не говорит. Вся его жизнь об этом кричит. Локтями раздвигает. Он, волосы седые, но он еще с песочницы не вырос. Его душа не сложена, он до сих пор раненый, и он ребенок. Уникальная картина. Хорошо. Ты здесь? Что-то из себя берешь? Потому что иногда ты можешь быть здесь, но ты не здесь. Поэтому я всегда перепроверяю. Ты тут, тут, тут. Хорошо. Убедился. Идем дальше. Итак, мы живем вокруг испорченного поколения. Все понимают, о чем я говорю? Другими словами, каждому из нас на определенных периодах жизни было предложено что-то. Не зная этих элементов, мы что-то взяли, что-то себе позволили, какие-то границы переступили. И потом все эти вещи стали частью нашего духовного ДНК, нашего характера. И теперь все эти вещи мешают нам с вами двигаться вперед. Итак, почему, когда ребенок растет и развивается физически, ему нельзя употреблять многие вещи? Спиртные напитки, наркотические препараты, никотин. Почему запрещено человеку, маленькому ребенку, смотреть порно, или там даже видеть какие-то эти вещи? И я могу сейчас разные вещи упоминать для глаз, для ушей, для его желудка. Ему нельзя. Кто-то понимает, да? Дорогие, я скажу так, почему нельзя? Почему детям строго запрещено, даже беременным матерям вообще запрещено все вот это названо? Почему? Потому что оно настолько входит внутрь тебя, не сложившегося ребенка, который в процессе роста. Оно влияет на твою физическую, твою форму, твой рост, влияет на все твои внутренние органы и также вносит элемент в твое ДНК. Другими словами, ты не только заражен, ты теперь заразу носишь. И теперь твой ребенок, твой ребенок может родиться уродом. Кто-то понимает, да? И поэтому ребенку запрещены эти вещи. И вот сейчас мы переходим с вами, и я говорю сейчас о детях, которые невозрастные дети, дети, не сложенные в своих личностях, в характерах, в восприятии, душевно нестабильные люди. Некоторые люди сидят, слышали такую фразу? Слушай, вроде взрослый человек, а ведет себя. Слышали такую фразу, да? Вроде нормальный, вроде хотел поговорить, распсиховался, хлопнул дверью, с пробуксовкой ушел. И сестре было 60 лет. И ты и ты сидишь, думаешь, господи, ну она ведет себя, как ребенок, а Дух Святой стучится и говорит, она ребенок, она ребенок, ты ей ничего не можешь сказать. Ты сейчас подзови ребенка и скажи, нельзя это делать. Ребенок говорит, плюнет на тебя и пойдет делать то, что он делает. Ровно то же сделала это сестра. Дорогие мои, я вам еще раз говорю, то, что человек седой и вырос, не говорит о том, что он взрослый и он личность. Все поняли? Некоторым 60, а там внутри 10, не более. Поэтому тебе нужно понимать, что такое развитая личность и что такое недоразвитая личность. И процесс становления определяем мы с вами. Как мы определяем? Согласны ли мы отдаться Святому Духу на операцию над нами? Мы рождаемся, дорогие, послушайте, все зараженные. Кто-то понимает? Нам операция нужна сразу. Некоторые люди говорят, вот ты родился свыше, знаете, религия. И говорит, все, все. Слышали такую проповедь, да? Это все. Ты уже здесь, ты там и сям. Рождение свыше, это только тебя приволокли и положили на переоценный стол. С тобой еще даже операцию не делали. И пару недель ты будешь даже рад. Ты будешь даже лежать на этой койке в белом халате и говорить, гля, как все классно, свято. Тебя в белый халат положили не потому, что ты свят, а потому, что на тебе операцию сейчас будут делать доктора. И заметили, проходит две недели, три недели, четыре недели. А что это вообще такое? И что сделали? Доктор просто вкололи некоторые препараты, из тебя начал вылазить ты. И такой страшный. Ты думал, при покаянии он убежал. А он не убежал. Он на две недели прятался. Он там сидел и говорит, что бы не нашли, что бы не нашли, что бы не нашли. А тут иди сюда. Кто? Ты, сюда иди. И знаете, и пациент начинает психовать. Что это за христиане? Что это за Бог вообще? Я пришел и дал ему свою жизнь. Тихо, тихо, назад на койку. Он вырывает все шланги, вынимает все. Уйдите от меня. Мне там лучше было. Видели таких пациентов? Я насмотрелся. Я пытаюсь объяснить, рождение свыше это всего лишь твое согласие лечь под нож. Это ни о чем не говорит. И люди, которые хотя бы более года рождены свыше аминь, двойной аминь, и ногу подниму. Перестань жить иллюзией. Дальше. Мы с вами движемся и понимаем, что ребенок, назад к ребенку, не может употреблять некоторых вещей. И поэтому, когда ребенку дать что-то раньше времени, что происходит? Ребенок потом начинает это требовать. Ребенок начинает извращаться. Кто-то пробовал ребенку эксперимент такой маленький? Кто из вас поощрял родителей, детей деньгами за уборку в доме? Скажите мне, что произошло на второй раз, когда вы просили ребенка убрать? Ты говорил уже не окей, мама, ты уже говорил сколько? Объясните мне, что произошло? Ты сделал плохое дело? Нет! Ты сделал хорошее дело, ты поблагодарил ребенка. Стоп! В этом возрасте для него это яд, яд для его души. Поэтому у всех моих у них правило. Если ты уберешь, ты просто не получишь по соплям. Если не уберешь, ты получишь и уберешь. То есть для них бонус просто не получить по заднице и убрать. Поэтому у меня другое воспитание, потому что мама так воспитывала. и какие деньги? Ты только заикнись, там сразу сковорода. И ты познакомишься с сковородкой. Какие деньги? Дорогие мои, мы должны с вами понять, разве поощрить плохо? Хорошо. Вы знаете, что поощрить раньше времени это страшно? Потом я видел детей, я видел детей, которые начинают сорить, чтобы потом мама им сказала убирать, чтобы за это получить деньги. Алло, кого ты воспитал? Монстра. Монстра по уборке своего же хлама. Нет, ты насрал, ты выгребай. А сколько не получишь по жопе? Нормальная зарплата? Я думаю, выгодная сделка, да? Поэтому в моей семье вообще все просто, вообще без разговоров. И я им говорю, это не потому что плохой папа, я их поощрю, слушай сюда, я их поощрю тогда, когда я захочу, в то время, в которое я считаю правильным. Я им дам это, но не тогда, чтобы не дать им понять, что это за это. И если ребенку дать что-то раньше времени и дать ему его маленькой младенческой психике понять, что это тебе зарплата за уборку, я могу дать ему эти 5 баксов через неделю в парке. Все со мной? И эти же 5 баксов он уже не помнит. Он говорит, папа хороший, купил мороженое, я бы на лошадке катался полдня. Кто-то понимает? Проблема не в вознаграждении, проблема во времени. Так вот, не сложившаяся душа человека, она требует вознаграждения, она требует у Бога призвания, она требует у людей признания, а не требует за свои действия деньги. Я говорю сейчас о взрослых людях, которые не сложены как личность. Итак, мы продвигаемся дальше. Кое-что понимаешь? Хорошо, идем, хорошо, идем дальше, смотри. Итак, то же самое происходит, когда твоя личность в процессе развития и становления есть вещи, которые запрещены для развивающейся личности. Итак, некоторые вещи я пробегусь, некоторые вещи само собой разумеющиеся. Итак, для развивающегося духовного младенца, возраст не имеет значения, я уже это вбил, понятно, запрещена высокая позиция. Кто-то понимает? Высокая позиция для нестабильного человека или для человека, который еще не сложился, он в процессе становления, позиция для него это будет смерть. Когда ты дашь ему позицию и преклонишься перед его может быть каким-то даром, может у него и есть дар, я не спорю, в следующий раз он будет требовать и поклонения и позиции. Все здесь? Теперь он служит своим даром не для Бога, а он как проститутка духовная использует свой дар в наживу для себя. Любая нажива финансовая, похвала, поклонение, превозношение, тебе поставили еще выше позицию, любое. Другими словами, ты как проститутка используешь талант в наживу для своей плоти и для своего нестабильного характера. Кто-нибудь из вас видел такое шоу, я его в Северной вспоминал, Toddlers in TRs, это перевести так, дети в коронах или подростки, маленькие дети, Toddlers, я не знаю, как это назвать. Другими словами, младенцы в коронах. Передача основана, объясняю на чем, передача основана на очень уникальные вещи, передача основана на 5-6-7-летних девочках, которые, так скажу, сражаются, если так можно назвать, за мисс какой-то город. Окей, да, то есть она, ей 5-6-7 лет, не имеет значения, они довольно-таки маленькие, то есть они абсолютно дети, то есть дети-дети, окей, и физические, и духовно, и душевно, и морально, как угодно, дети. Что происходит? Вы знаете, дорогие, когда я посмотрел несколько фрагментов, несколько эпизодов, я так скажу, несколько серий, я был шокирован, что ужаснее детей я ни на одном шоу еще не видел, если кто видел. Самое уникальное, что я заметил, что им дают честь люди, которым по 40-50 лет, продюсеры, все, кто снимают на камерах, мама и папа танцуют около этих девочек, покупают им любые платья, заваливают их деньгами, почему? Потому что они на этой 5-летней девочке, она у них мисс Калифорния. Знаете, есть нормальные там женщины, которые, например, они, знаете, у них там есть такой здоровый компетишн, да, насчет того, там, мисс Калифорния, Вашингтон, там, что угодно, да, но это просто подобие, только дети это делают. Я вам скажу, дорогие, я был шокирован, что одна девочка там почти студию не разнесла, у нее даже интервью не могли взять, потому что она заняла второе место, она материлась, материлась в 5-6-летнем возрасте, объясните мне, что это? Она психовала, кидала свою корону, она дергала, била эту стойку камерой, она орала на этих продюсеров, и я смотрю, и знаете что? Никто не закрыл рот этому ребенку, все около нее танцевали и говорили, ты может хочешь покушать, может тебе что-то сделать, может мы пойдем куда-то сходим, ты здесь? И я был шокирован тем, что эта передача, она основана именно на этих вещах, что превозносятся какие-то дети, абсолютно не готовые к камерам, к газетам, к телевидению, кто-то понимает, там еще вовлечены серьезные деньги, это не просто там, знаете, дети повеселились, там серьезные деньги, и я был шокирован испорченностью этих маленьких девочек, и смотря эти передачи, смотря эти интервью, они были гордыми, они когда сидели с мамой, они, знаете, у них такие лица были, то есть, кто видел передачу? Видели, да? Дорогие, не шокировало ли вас это? Меня шокировало, я смотрю, я так говорю, она сидит в кресле с мамой, и у нее делают интервью, и она маме рот закрывает, она, я сидит, ну-ну-ну-ну-ну-ну, что-то с этой картиной неправильно, и Бог, еще много лет назад я начал работать с этой темой шаг за шагом, и я был шокирован, что, дорогие мои, разве похвала это плохо? Нормально. Разве передача по телевизору, чтобы тебя сняли, плохо? Нормально. Вознаграждение финансовое плохо? Нормально. Это ничего в этом плохого нет. Плохо было в том, что все это она получила в пять лет. В пять лет. И ее сердце настолько изгажено, кто не смотрел, просто посмотрите одну серию, вы будете шокированы, кошмаром, ужасом воспитания этих маленьких девочек. О чем я говорю? Все о том же. Если ты духовная личность, и ты складываешься, как человек, душа, характер, воля, эмоции, ты растешь. Тебе запрещены некоторые вещи. Первое. Двигаемся. Позиция. Мы пойдем во все три сферы, но я сейчас быстренько пробегусь по некоторым вещам. Итак. Позиция. Признание. Деньги. Похвала. И тому подобные вещи. Я могу их называть, называть, называть. А комплименты. Выражение каких-то особый почет для человека. В раннем духовном возрасте это кошмар. Послушайте меня, дорогая семья, я потерял в моей собственной команде сильнейших людей, потому что я им дал платформу, к которой они не были готовы. И на своем собственном кошмарном опыте я убедился, что некоторые люди, если им 35, это не говорит о том, что они могут занимать мою позицию локальную или глобальную. Другими словами, они попадают под мой портал, мои откровения. Кто-то понимает? Они не носители. Они просто, как узнать, если это твое? Оно у тебя происходит каждый день? Ты скажешь, нет, это не твое. Дорогие, я мой портал ношу с собой каждый день, каждую ночь, в любом уголке земли. Это годы. Почему? Уплочено, и я так скажу, потом своим уплотил за это и кровью скажу. Почему? Чтобы ходить в этом портале и называть его своим. Окей? И для некоторых людей, слушай внимательно, для младенцев фразы, которые говорю я, например, человек в каких-то сферах взрослый, я для этого человека буду ужасным гордецом, потому что в его возрасте это запрещено. Все? Поэтому я и говорю, для некоторых я с кафедры звучу гордо, а он слишком на себя много берет. То-то-то-то-то. Я на себя ничего не беру, я наберу у себя только то, что Бог дал мне. Если ты это на себя возьмешь, для тебя это будет смертель. Окей? Поэтому здесь нужна очень серьезная мудрость, здесь нужно четко понимать, что Бог хочет от тебя. И я так скажу, дорогие мои, на моем горьком опыте писалась эта проповедь. Кого-то поощрил финансами, съездил куда-то, и кто-то мне помогал. Я кого-то поощрил финансами, и потом финансы стали целью его жизни. Его благословили. Теперь он жаждет вознаграждения, а не служения Богу. Теперь, вы знаете, сколько я знаю проповедников, которые делают конференции не потому, чтобы коснулось сердце людей, а они свой талант используют набить свой собственный карман. Дорогие, я просто устал от того, что иногда ты слышишь, сколько сегодня собрали, а не сколько сегодня исцелилось и изменилось жизни. Дорогие, я сам прохождил через вот эти все вещи, и вы знаете, если ты не стал как личность, для тебя некоторые вещи, это табу, запрещено. Проси Бога не допустить тебя в то, к чему твое сердце не готово. Дьявол, слушай сюда, будет делать все возможное, чтобы ты вкусил плод раньше времени. А вы знаете, что я говорю? Это мое понимание. Я абсолютно не собираюсь это доказывать кому-то. Мое понимание такое, Адаму и Еве нельзя было вкушать дерево пока. Все согласны? Знаете, какое дерево они вкусили? Кто мне напомнит имя этого дерева? Познание добра и зла. Слушай внимательно. Ты чувствуешь, когда мы идем? Чувствуешь, когда мы идем? Смотри. Им было разрешено. Кто помнит, что в саду было сколько деревьев, там еще было одно дерево, как оно назвалось? Дерево жизни. Можешь себе представить, дерево жизни можно было есть? Дьявол не сказал, гля, вы начнете, идите есть дерево жизни. Они бы сказали, хорошо, съели и вечно живут. Нет. Дьявол сказал то, к чему они не были готовы. И когда дерево, послушайте сюда, некоторые говорят, какое плохое дерево. Дерево не было плохим. Слушай сюда, дерево, Бог ничего страшного не делает. У Бога просто есть одно правило. Если есть холодное, есть. Послушайте внимательно. Познание добра не бывает без познания. Все здесь? Другими словами, я считаю, что Адам и Ева должны были дорасти с Богом, вхождении с Богом до определенного возраста. И их характер должен был сложен перед тем, как им они могли вкусить дерево, познание добра и зла и понять, что есть добро и что есть зло. Другими словами, как я уже и говорил, когда в них вошло оба потока информации, слушайте сюда, они не только, почему люди думают, что они вкусили плохое что-то? Они вкусили дерево познания добра. Дерево познания добра. Они ровно с добром познали и зло. Но неготовое сердце, то, о чем я сейчас говорю, не способно было пойти по пути добра. Сердце, как вот этого, смотрите, нормальному человеку, взрослому человеку или взрослой женщине, которая выигрывает победы и становится, например, мисс Калифорния. Вот ей 35 лет, 30 лет, как угодно называй, вот она стоит и ей, знаете, ей хлопают, ей там вешают венки, корону вешают. И вы знаете, что чаще всего происходит? Эта девушка, которая одевает корону, она наоборот в смирении находится. Знаете почему? И иногда смотришь там фотографии, знаете, когда вот делают фотки, смотришь, стоит красивенная такая женщина, и вы знаете, которая выиграла, например, мисс Калифорния, смотришь там в газетах или где, фотка какая-то, бэм, и ты смотришь на ее взгляд, и там, скорее всего, знаете, взгляд такой смиренный, там в это, знаете, она рада, но там есть принцип. Все понимают? Знаете почему? Потому что эта женщина, которая 35 лет, она знает, сколько стоило, чтобы это победить. Ей, 35-летней женщине, которая победила там, мисс Калифорния, дали те же самые вещи, которые дали 5-летней. Все здесь? Но скажите мне, почему 35-летняя выбрала путь смирения, а 5-летняя выбрала путь доминации, хамства и грязи? Все здесь? Потому что ее характер не был сложен вообще. И она из доброго произошла. Ты получаешь откровение сейчас для себя? Поэтому некоторые люди говорят, Бог дай, если он тебе даст, он тебя убьет. Ты здесь? Для некоторых даже твое призвание, которое на тебе сейчас, смертельно запрещено для тебя даже касаться его, потому что твое сердце не готово быть в этом. Ты готов попасть под страшную атаку финансового благословения? Вот сейчас у тебя в голове чуть-чуть некоторые вещи кувыркнулись, потому что ты эти вещи, они у тебя не сходятся. Знаете почему? Потому что стереотип религиозный говорит так, что финансовое благословение не может быть страшной атакой. Послушай меня внимательно. Финансовое благословение, серьезное благословение, это самая страшная атака из преисподней. После атак нищеты люди поднимаются. После атак миллионов мало кто даже в живых остается. Поэтому ты готов пережить атаку всемирной популярности? Некоторые говорят, это атака, я это хочу! Вы видели звезд, которые вон там, знаете, которые сыграли роль и потом попали на всемирные обложки и потом не удержали в руках даже собственную жизнь. Их снесло. Этих звезд сейчас даже нет в живых, потому что они закончили передозировкой наркотиков. Дорогие, о чем это говорит? О том это говорит, что то, что является добром на определенном уровне жизни твоей, оно является не просто злом, это является табу, запрещенной вещью для тебя полностью. И то, что для тебя сейчас является похотью, ты это хочешь, когда ты вырастешь, это же твое призвание. Ты здесь. Различить эти вещи сможет только взрослый человек. Вот почему телу Христа необходимы здравые, мудрые учителя, а не те, кто навариваются на теле Христа. Вот почему должны подняться чемпионы, умеющие говорить правду, несмотря на последствия. Будут у них члены церкви, не будут у них члены церкви, будут у них деньги, не будут у них деньги. Нам нужны люди. Слушай сюда, телу церкви нужен ты, чтобы ты научился говорить правду. Ты берешь что для себя? Хорошо. Идем дальше. Сейчас будет еще веселей. Итак, часто эти вещи происходят с теми, кто имеет реальное призвание и предназначение от Бога. Ты не попадешь в похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, если на твоей жизни нет призвания. Некоторые люди говорят, а меня гордость не атакует. Гордость пока на этом уровне даже к тебе не подходила, поэтому ты победитель. Окей? Атаковать не за что, ты ничего не достиг, но как только в твои руки попадает слава Бога, что ты с этой славой будешь делать. И вот здесь проблема не в том, что Бог может двинуться через тебя, а сколько его славы задержится в тебе. Знаете, что я видел? Я видел людей. Например, я приезжаю где-то, да, в какую-то страну, и вижу иногда людей, которым мы там даем свидетельство, знаете, и вижу, когда они, знаете, заходят на сцену там за свидетельство, знаете, там, зал там масса людей, и они там заходят на свидетельство, знаете, и они такие, ну, я стесняюсь говорить, через пять минут они тащатся от себя, у них микрофон не заберет, постара уже заканчивай, а она уже такая сидит, и говорит, я закончу, когда я закончу, я такой чуть, думаю, чуть на попу не сел на сцене, думаю, пять минут назад ты была смиренная овечка, которая хотела засвидетельствовать об исцелении, через пятнадцать минут мы не можем вырвать микрофон, это перетекло уже в стихотворение, и началась уже проповедь, и вы знаете, что, я видел людей, которые попадали не в свое помазание, кто-то понимает, что помазание чужого человека опасно, потому что, когда ты входишь в чье-то помазание, в чью-то мантию, ты переживаешь эту славу, и уникально то, что эту славу ты можешь задержать внутри себя, говорю взрослым людям, эту славу можно задержать внутри себя или пустить ее дальше, другими славами, когда эти люди приходят, они, знаете, они берут микрофон, они берут микрофон, и они говорят, Господь живет, и свидетельство перерастает в огненную проповедь, знаете почему? И можно сказать, у, гля, он в помазании Андрея, слышите? И он говорит, ра-ра, а он просто попал в мой портал, и сейчас здесь мои ангелы, которые со мной летают на самолетике, окей? Которые со мной в разных странах, и которые со мной движутся и действуют, я их вижу, я их слышу, я абсолютно знаю, о чем я говорю, и эти люди, им теперь кажется, что они имеют это. Все здесь? И самое интересное, теперь он побыл на сцене полчаса максимум, да, например, теперь его в церкви своей не узнают. А что с тобой, брат, было? И я побывал на конференции, и белины объелся. Я просто спонтанно, я сам не знаю, что я иногда говорю. Я так говорю быстро. Побывал на конференции, белины объелся. И теперь его величество должно иметь не менее платформу. И теперь что начинается? У этой личности начинается движение, включается похоть, и он или она начинают рыть, чтобы это пережить опять, как духовный наркоман. Ты здесь? Вот что некоторых людей уничтожает, говорю, для взрослых людей. Может быть, ты еще не знаешь это? Ну, поверьте мне, я достаточно видел этих проблем в теле Христа, чтобы сейчас это говорить в открытую. Итак, это происходит с теми, кто имеет реальное призвание. Если ты реально призван, ты попадешь в некоторые сферы, ты будешь испытан очень уникальными вещами. Что значит испытание? Испытание. Некоторые всегда думают, что искушение это плохо. Вот у христианства где-то вбито в подсознание религии, втрабована, что если искушение, это ужасно, это плохо, это невыносимо, это зной, это пустыня, это ужас. Дьявол искушал Иисуса самыми классными вещами на земле. Батоном. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Он его искушал булкой хлеба. Скажи мне, что это за искушение? Это грех? Но. Есть грех? Нет. Тем более, Иисус сорокотневный пост закончил, уже написано, закончил, взалкал, все, хочу есть. И здесь приходит дьявол и говорит, у меня есть идея. Докажи, что ты сын Божий. Преврати эти камни в хлеба. Все здесь? Хлеб плохо? Нормально. Чтобы ангелы охраняли Иисуса. Помните? Искушение номер один. Хлеба. Искушение номер два. Чтобы ангелы тебя охраняли. То есть сброси с крыла, помните, да? Чтобы ангелы тебя... А охрана ангелов разве плохо? Третье искушение. Преклонись передо мной и я отдам тебе весь мир. Скажите мне, кому сейчас принадлежит весь мир? Иисусу Христу. И в конце концов, даже кто его ненавидит, написано, колени преклонят перед ним. Их колени больше мудрости имеют, чем их голова. Голова будет говорить нет, а колени будут говорить а нам сказано кланяться. Поэтому голова закрой рот. Поэтому колени сами подогнутся и ты их даже не удержишь. Итак. Силы тьмы будут очень заинтересованы. Дорогие, кто-то понимает тонкость той мысли, которую я сейчас хочу передать вам? Силы тьмы будут очень заинтересованы, чтобы дать тебе что-то хорошее, прекрасное раньше, чем ты это должен взять. Дерево познания и добра и зла, оно ждало возраста Адама и Евы, чтобы они могли познать Бога полностью. Чтобы они могли вкусить и увидеть зло и добро. И сказать, вау, теперь я знаю, что такое зло и добро. Но я выбираю добро. Скажите мне, в Боге есть? А Бог, скажу так, Бог понимает, что такое добро и зло? Запросто. Почему Он любовь? Выбирает. Вот это самый мощный ответ. Он выбрал. До тех пор, пока это выбирает за тебя, ты незрелый. Ты даже не понял, что я сейчас сказал. Ты даже не понял, что я сейчас сказал. Я еще раз повторю. До тех пор, пока с чем ты сталкиваешься, продолжает выбирать за тебя, это железно говорит о твоей духовной, душевной незрелости. Другими словами, когда я сталкиваюсь с этим, я должен выбирать и доминировать, потому что осторожно убьет, это для взрослого написано. А для ребенка, что он делает? Он говорит, а, убьет. Где два гвоздя? А, 380 вольт, да? Ух, хорошо. Будет жарко. 220 мало уже. Било. Выжил. Знаете, как дети, да, работают? Вот те две дырки, они созданы, чтобы ребенок туда постоянно что-то засовывал. О, боже мой. Ладно. Так и в духовном возрасте тоже. Все, что нельзя для тебя, можно. Когда пришло к тебе хорошее и плохое, угадай, что ты выберешь. Плохое, естественно. Плохое приятнее, плохое интереснее, загадочнее. Можно по заднице получить. У-у-у, так интересно. У-у-у. А хорошее? У-у-у, хорошее. Ребенок не будет есть кукурузу, капусту, морковку. Для ребенка это э-у-у. Знаете, как моя мелкая говорит? Папа, э-у-у-у. Давай мне конфеты, папсикл, мороженое, сладкую вату. Все тут. У кого дети? Ты им предложишь здоровую пищу и кошмар для их зубов. Они в любой день, ночи, в любое время дня и ночи выберут кошмар для своих зубов. Почему? Потому что не они выбирают, а оно выбирает. Все здесь? Со мной? Не они выбирают, оно выбирает, оно доминирует. Вот почему, когда добро и зло вошло в Адама и Еву, они не смогли выбрать. Оно выбрало вместо них. Окей? Поэтому вот мы с вами и вы в этих проблемах сейчас. У некоторых это серьезные проблемы. Некоторые справляются, слава Иисусу. Смотри. Итак, силы тьмы будут очень заинтересованы тем, чтобы как можно быстрее раннем духовном возрасте тебе предложить то, к чему твое сердце не готово, тем самым вмешавшись и поразив твое духовное ДНК. Иисус еще до входа в свое призвание должен был победить все эти три сферы. Можете себе представить? Иисус до вхождения в призвание должен был сказать нет своему призванию. Ты не понял сейчас. Я сейчас зашел с другой стороны. Иисусу до входа в свое призвание нужно было сказать нет своему призванию. Нет хлебу не вовремя. Нет поклонению и охране ангелов не вовремя. И нет захвата этого мира. Еще не пришел мой день, Иисус говорит. И когда его хотели сделать царем, Иисус сказал, вы не знаете вообще с какого я царства. Сатана будет играть на самолюбии человека и выводить его на бой раньше времени. Давайте прочитаем это такое короткое искушение Сатаны. Вслушайтесь в эти слова. Матфея 4.1 И тогда Дух Дух с большой буквы Дух святой повел Иисуса в пустыню. Стоп. Самое первое, когда тебе нужно будет сдать экзамены, это тебя ведет туда сам Бог. Все здесь? Тебя не Сатана попутал. Тебе сейчас предложена вещь, от которой тебе нужно отказаться. Нет, ты не понял. Тебе нужно ее не побеждать, не сражаться. Тебе нужно встать и сказать не время. Не время может сказать только взрослый. Ребенок напрыгнет и сожрет. Все здесь? И будет есть до тех пор, пока понос не нападет. У кого дети были? Оставь что-то без присмотра. Боже мой. Везде должны быть ключи, везде оно должно не доставать до чего-то. Почему? Вот так и Бог. Разве те вещи, до которых мое дитё пытается достать, плохие? Плохие для него сейчас. Поэтому стоп. Это для тебя запрещено. Итак, Дух повел Иисуса в пустыню, чтобы подвергнуть его искушению. Итак, ты и я, мы будем подвергнуты определенному уровню искушений. Искушению дьяволом. Иисус спастился сорок дней и сорок ночей, был очень голоден. Тогда ему пришел дьявол и сказал, если ты сын Божий, то прикажи, чтобы камни не превратились в хлебы. Во-первых, первое, на чем проявляется твое младенчество, это тебе не говорят, если бы, смотрите, если бы дьявол подошел так, он сказал, Иисус, ты проголодался? Иисус говорит, да. Ну, тогда сделай эти камни хлебами. Вы знаете, что это не искушение? Иисус сказал, слушай, классная идея. Пуф, и сделал себе батон. Здесь было не так. Искушение зависело. Смотрите, это как, если ты сын Божий, ты здесь? Если ты сын Божий, другими словами, если ты хочешь младенца заставить отжиматься десять раз, ты ему должен сказать, и не отожмешься десять раз. что будет делать младенец? Кае, нету же мы здесь трос, мужики, держите. Ты кто? И он, знаете что? Что младенец, что младенец делать? Не десять отозмется. Двадцать. Другими словами, Иисус, если бы он был младенцем, он сказал, сатана, а что на одном камне останавливаться? Давайте горы превратим в батоны, давай всю эту гальку прилатим в булочке по три копейки. И я говорю, бублики, бублики, бублики. И там, и там, и там бы кондитерская поперла везде. Ну, че так скудно на камне? Жрать так жрать. Вот это то, что делает младенец. Другими словами, сатана всегда будет играть на твоем самолюбии. Знаете, некоторые люди говорят, мне Бог сказал помолиться за воскрешение этого брата. Тебе не Бог сказал. Это ты хочешь быть самой мощной личностью на планете Земля. И все преклонились, я сказал, передо мной. Все сады? Хорошее дело воскресить мертво? Да. Но плохое дело воскрешать, когда ты его хочешь воскресить. А не когда Бог его хочет воскресить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова